День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого ток-шоу. Главная тема. Инвестиции в Гомельскую область. По их привлечению в экономику наш регион один из лидеров в стране. Для области это и новые рабочие места, и уникальное производство, и поступление валюты, и импортозамещение. Список можно достаточно долго продолжать. Стоит отметить, что и у инвестора свой интерес. Крупные финансовые потоки идут туда, где как минимум стабильно. Инвестиционный климат региона. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Глава администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон Антонина Ежова. Антонина Изотовна, здравствуйте, рад видеть. Заместитель начальника Гомельской таможни Андрей Мисюченко. Андрей Александрович, здравствуйте. Заместитель начальника управления экономики Гомельского гуросполкома Дмитрий Литвинов. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте, добро пожаловать. И заведующая кафедрой экономики и управления Гомельского государственного университета имени Французска Скорины, кандидат экономических наук Инна Бабына. Инна Владимировна, милости просим. Итак, каждый регион прилагает максимум усилий для того, чтобы тот или иной капитал пришел именно к нему. Так что же ищет инвестора, Инна Владимировна? Ну, для инвесторов цели очевидны, они связаны с получением экономических выгод, но мы должны понимать, что инвестор это предприниматель, и, конечно, гарантировать эти выгоды ему никто не может. Но вместе с тем цели государства и региона обеспечить стабильность их прав, обеспечить защиту их интересов, чтобы они могли в условиях добросовестной конкуренции реализовать свое право на получение прибыли. То есть, другими словами, это хорошо, когда получается инвестировать в свою страну, но иногда за выгоды финансовые, и это нормально, инвесторы отправляются за тысячи километров? Ну, в данном случае для экономики страны важны инвестиции и национальные, и иностранные. Наличие национальных инвестиций, это, с одной стороны, даже сигнал для иностранных инвесторов, что... Место хорошее, условия отличные. Можно сюда вкладывать иностранные инвестиции, кроме чисто финансовых вложений, могут приносить и другие выгоды, о которых вы уже говорили, и импортозамещение, новые технологии, ну и, соответственно, рабочие места и экономический рост. Ну, здесь вот важно, чтобы цели и региона, и инвесторы, они совпали, чтобы действительно были обеспечены условия добросовестной конкуренции, защиты прав, и тогда, в общем-то, будет обеспечен экономический рост для региона, ну и, в общем, благосостояние для всех нас. В любом случае, мы понимаем, что инвесторы и сейчас в поиске толковых территорий и толковых предложений. Что в этом плане может предложить и Гомельская область, и ее центр Гомель, Антонина Изотовна? Инвестировать в Гомельскую область на территории свободной экономической зоны. В связи с тем, что здесь предоставляются дополнительные льготы для ведения бизнеса. То есть это выгодное предложение? Это очень выгодное предложение для инвестора. Дмитрий Сергеевич. Кроме свободной экономической зоны, инвестор может реализовывать как инвестиционные договоры на территории всего города. Для этого мы сформировали более 30 земельных участков, на которых могут реализовываться как строительные объекты. То есть это могут строиться торговые центры, бизнес-центры, это могут быть объекты производственного назначения, логистические центры, аквапарк небезызвестный. То есть инвестор может привести и на эти земельные участки, и вне свободной экономической зоны реализовывать свои возможности и свои проекты. У нас очень много свободных производственных складских помещений, когда можно инвестору прийти и для того, чтобы быстро начать бизнес, можно взять в аренду либо выкупить имеющееся уже помещение. Есть хорошая инфраструктура уже возле производственных этих корпусов, которые не задействованы, конечно, и тоже дополнительные средства не надо вкладывать. То есть такой старт быстрый можно сделать. Кадровый потенциал. Кадровый очень хороший потенциал. Плюс уникальное географическое расположение, о котором мы говорим. Можно еще говорить о географическом и природном ресурсном потенциале, который здесь есть. Это те территории, которые представляет национальный парк, припятский национальный парк. Кроме того, есть заповедники и туристический потенциал в связи с этим здесь сконцентрирован тоже довольно существенный, который, может быть, и сегодня уже реализуется. И, конечно, центр Европы. Мы как-то упустили эту фразу ключевую. Территориальное расположение Гомельской области и города Гомеля в частности очень выгодно с точки зрения близости и к нашей восточной соседке, к Российской Федерации и с точки зрения близости к Украине. Поэтому Гомель может стать именно тем логистическим центром, который позволит реализовать проекты, нацеленные именно на внешние рынки, на рынок Российской Федерации и Украины в первую очередь. И все-таки, уважаемые гости, мы не единственный регион, который имеет в приграничии другие государства, которые имеют достаточно большое количество учебных заведений, в том числе и высших учебных заведений, достаточное количество объектов, ожидающих вложений. В чем действительно уникальные преимущества Гомельской области? Почему сюда нужно идти? Создана свободная экономическая зона. Затем льготами можно пользоваться в малых населенных пунктах и в сельской местности. Это тоже немаловажно. Затем при губернаторе у нас создан инвестиционный совет, который каждый понедельник рассматривает все инвестиционные предложения, которые поступают в Гомельскую область. То есть с целью оперативного решения вот таких вопросов. Аналогов такой структуры в Беларуси не существует? Такой структуры, да. Ну, по крайней мере, я не знаю такой структуры. Дмитрий Сергеевич, как считаете, вот в чем действительно уникальное преимущество Гомельщина? Это законодательство белорусское? Сейчас, конечно, не отделяем Гомельскую область от Беларуси, потому что это единое целое. Законодательство – это именно преимущество всей Республики Беларусь целом. Что касается именно Гомельской области и города Гомеля, я бы выделил, это кадровый потенциал, это, значит, большое количество промышленных предприятий. И промышленный потенциал, как вывод, в том, что у нас очень развито производство сельскохозяйственной техники, то есть машиностроение развито. И это позволяет обеспечить все проекты, которые нацелены на вот такие, ну, машиностроение, на металлообработку, необходимым кадровым потенциалом. То есть это позволяет тоже реализовать такие достаточно сложные технические проекты. Ну, а прямо сейчас предлагаю услышать мнение гомельчан в тему разговора. Так как же заинтересовать инвестора? Об этом и не только размышляли жители областного центра. Инвестиции всегда нужны экономике, особенно инвестиции в иностранной валюте. Потому что это, скажем так, то, что движется, не дает застаиваться экономике самой страны. Думаю, что если инвесторов привлекать, они должны чувствовать себя здесь безопасно. Это самое главное. А поле деятельности очень такое широкое. Какие-нибудь бизнесы создавать там, не знаю, компании какие-нибудь, то же самое, магазины какие-нибудь открывать. У нас промышленность неплохая, я думаю, что есть чем привлечь у нас. И заводы хорошо работают некоторые. Конечно, полезно для экономики. Это выгодно государству. Ну, и людям, которые вкладывают, наверное, раз они вкладывают. Ну, я думаю, что нужно создать какую-то хорошую очень базу, чтобы сами инвесторы приезжали в гомель, чтобы были какие-то более серьезные возможности. Науку и технологии – это, в принципе, единственное, во что сейчас можно вкладывать. Потому что сегодняшнее – это то, что дает, скажем так, большую отдачу в финансовом плане. Только в детей. Только в детей. Детей больных и в детей способных. Больше ни во что. Лично бы я не вкладывала. В эфире Гомель – это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Антонина Изотовна. Ну, мне понравилась очень хорошая фраза – безопасность вложения инвестиций. Это очень важно. Каждый инвестор приходит, свои деньги приносит сюда. И самое главное, чтобы была безопасность. Андрей Александрович. Условия были созданы. Ну, я соглашусь с данной точкой зрения. На самом деле, любой инвестор, он оценивает не только те льготы, которые предоставляются ему, а также смотрит на прозрачность, открытость и понятность госрегулирования всех процессов, которые происходят. Вы бы лично в какую сферу вкладывали? Я? В развитие какой сферы? В доходную. Вы вот говорили об иностранных инвестициях. Наверное, все-таки стоит уточнить, что это желательно, чтобы это были прямые инвестиции на чистой основе, чтобы меньше кредитных обязательств возникало, ну и, соответственно, долговые аспекты в меньшей степени сказывались на экономическом развитии. В любом случае, не построим программу без ярких показательных примеров в тему разговора. Какие из крупных инвестпроектов уже реализованы? Какие находятся на финишной прямой? Антонина Изотна. Ну, что касается свободной экономической зоны, в Гомельской области у нас сейчас реализуется 81 инвестиционный проект. Ну, в частном бизнесе крупные инвестиционные проекты, которые у нас, ну, нельзя сказать, что они реализованы, они постоянно находятся в динамике, они постоянно реализовываются. В 98-м году еще было создано предприятие Алкопак, однако до сих пор новые какие-то открываются производства там и так далее. Это и Мультипак, и Фрешпак Солюшенс, и Веза Гэ, которые производят кондиционеры промышленные. Сейчас на ноги уже стало предприятие ЭКБ, которое шьет карнавальные костюмы. Ну, и большой старт. Сейчас на старте стоит предприятие Делком 40, которое уже приступило к выпуску мебели, но окончательно они еще не вышли на проектную мощность. Ну, более 100 человек уже там работает. Дмитрий Сергеевич. Я бы хотел отметить, что у нас реализуются инвестиционные проекты не только частными предприятиями, но и предприятиями государственной формы собственности. Среди таких знаковых можно отметить, например, Гомельстекло, который проводит масштабную реконструкцию своей производственной линии по выпуску стекла. Там будет организован выпуск и ламинированного стекла, и энергосберегающего стекла с различными покрытиями. Это достаточно крупный проект как для Беларуси в целом, так и для Гомеля в частности. Также можно отметить такие предприятия, как Спартак, Мелковита, которые постоянно занимаются реализацией инвестиционных проектов, модернизацией своего действующего основного производства. И как результат добиваются весьма неплохих показателей как на внутреннем рынке, так и за пределами нашей республики. Гомельские экономические форумы. Очень интересно, насколько эта площадка, по-настоящему имиджевая площадка, помогает привлекать реальные деньги сюда в регион? Гомельские экономические форумы проходят на площадке свободной экономической зоны в нашем бизнес-центре. Ну и прежде всего, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы он каждый год проходил именно у нас, потому что это очень мощная реклама свободной экономической зоны. И, конечно, это площадка, где встречаются инвесторы из многих государств, более 15 государств, если я не ошибаюсь, в прошлом году было привлечено на этот форум. Подписываются соглашения, соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях на очень высоком уровне, и которые в дальнейшем реализовываются. Дмитрий Сергеевич, если говорить о конкретных примерах, что дал экономический форум Гомелю, областному центру? Ну, экономический форум – это всегда площадка для бизнеса, для различных инвестиционных проектов и идей. В качестве последних примеров, которые, например, были в этом году подписаны, это всем известное строительство ресторана «Макдональдс». По итогам инвестиционного форума был заключен протокол о намерениях, который в дальнейшем перерос в инвестиционный договор. И в результате в 2019 году в городе Гомеле появится первый в нашей области «Макдональдс». Так долго ждали гомельчане «Макдональдс», что, я даже не знаю, к 2019 году Гомель так насытится фастфудовскими точками общепита, будет ли он востребован? Мы считаем, что в любом случае «Макдональдс» – это бренд, на который пойдут и люди, и дети, в частности. Это интересно будет нашим гомельчанам. Самое главное, что так считает инвестор, и это здорово. Дмитрий Сергеевич, а вот что касается аквапарка, о котором достаточно много говорили, уже вроде и с местом определились, и инвестпроект есть, но пока это всего-навсего инвестпредложение? Да, пока это, к сожалению, только инвестпредложение. Мы уже в течение довольно длительного времени предлагаем инвесторам этот проект. Мы предлагаем реализовать строительство аквапарка напротив Ледового дворца. Выделен уже земельный участок. Земельный участок обладает необходимой инфраструктурой. Имеется представление у городских властей, что мы бы хотели видеть на этом земельном участке. Однако, к сожалению, пока не пришел инвестор, который хотел бы реализовать этот инвестиционный проект. Но мы не отказываемся. Мы постоянно предлагаем его и на различных форумах, и мероприятиях, и перевезде наших иностранных делегаций. То есть мы постоянно предлагаем и продвигаем этот проект по строительству аквапарка. Инвестиция далеко не всегда зарубежное финансовое вливание. Пример тому строительство Петриковского горнообогатительного комбината. Не так давно вернулся из командировки. Действительно масштабный проект. Зрителям расскажу. Именно в Гомельской области находится второе по величине месторождения калийной соли. Это всего один пример. И очень здорово, что он развивается. Знаю, что и Петриков, и Житкович уже в надежде на сильное производство, а значит, внушительная зарплата, новые рабочие места. Все то, о чем мы говорили до. Какие примеры есть в Гомеле, Дмитрий Сергеевич? Можно отметить, что в Гомеле большинство инвестиций, это как раз и есть наши национальные инвесторы. В качестве примера можно привести, например, Витебскую сеть торговую «Дионис», которая будет реализовывать проект по строительству на месте Курчатовского рынка торгового центра. Также эта сеть приходит на ряд еще объектов в городе, которые будут в дальнейшем оборудованы под магазин непосредственно этой торговой сети. Также стоит отметить наших непосредственно гомельских инвесторов. Например, у нас замечательная сеть услуг под маркой «Чисто». То есть у нас и чисто фитнес, и чисто мойка, и чисто пивной ресторан. То есть это наш белорусский и даже гомельский инвестор, который занимается развитием сферы услуг города Гомеля. Тем временем к разговору в суде готовы подключиться эксперты программы. Без преувеличения один из самых успешных бизнесменов в Гомельской области, учредитель компании «Белань Плюс» Роман Напреев. Роман Семенович, добро пожаловать. И учредитель компании «Таллинграсс» Николай Толецкий. Николай Александрович, добро пожаловать. Роман Семенович, рад видеть в студии на «Пушкина 8». «Белань Плюс» не первое ваше предприятие. Кстати, а сколько их всего в вашей бизнес-семье? Наверное, более десятка. Это какие сферы? Ну, это прежде всего производственная сфера, ну и сфера услуг. В конце 2016 в свободно-экономической зоне Гомель-Ратун появился новый резидент «Белань Плюс». В чем уникальность производства не только в масштабах региона, но и Беларуси? Ну, если говорить о структуре «Белань Плюс», то это действительно новое производство, новое направление. Скажем так, несколько лет назад мы занялись этим вопросом на базе существующих производственных технологий в области полимерных технологий, связанных с фирмой «Полидрев». Мы своими силами попытались развить новые направления в области производства строительных материалов. «Белань Плюс» — это одновременно фирма и одновременно торговая марка нового строительного материала, который подразумевает одновременно декорирование зданий и утепление зданий. И в этом производство уникально? Это разработка Гомельская? Это наша своя собственная разработка, которую мы запатентовали несколько, ну, года два назад. И, значит, опытное производство сделали своими руками, а сейчас, ну, попробовали рынок на этом опытном производстве. А сейчас на базе завода, бывшего завода химического мела в Новобелице, в Гомеле, мы развиваем, ну, почти уже готово производство промышленное, то есть завод по производству вот этих термопанелей «Белань». То есть, другими словами, сегодня для того, чтобы быть успешным, нужно предложить что-то уникальное? Ну, безусловно. Самые успешные проекты — это новые, уникальные и высокорентабельные технологии. Буквально пять минут назад гомельчане рассуждали о том, так что же необходимо для того, чтобы привлечь инвестора, как по-вашему? Ну, все правильно говорилось. Это какие-то преференции в плане налогов и безопасности. Этого у нас хватает, слава Богу. Николай Александрович, подключайтесь к разговору. Ваша компания с 2011-го занимается производством синтетического травяного покрытия. В каких сферах оно может применяться, ну, помимо футбольных полей? Вот первое, что приходит в голову. Наша продукция используется как для футбола, большого футбола, мини-футбола, также многофункциональных игровых площадок, которые есть в различных сферах, то есть это образование и медицинских учреждений, даже дворовых, на что больше наше предприятие ориентировано. А также для ландшафтного покрытия мы собираемся производить уже со следующего года. Это для дизайна, ландшафта. Оно также востребовано, как в частном секторе, также востребовано, я думаю, в любых центрах города, где есть небольшие участки зеленого озеленения, но они очень подвержены сложному обслуживанию, то есть это удобрение, кошение и все остальное. То есть возможно какие-то небольшие участки заменить именно газоны, а также разделительные полосы между автомобильными проездами, что сегодня очень актуально в Европе. Вот еще одно слагаемое успешности проекта – уникальность услуги и универсальность услуги, верно? Да, значит, наша компания, вторая строительность, занимается укладкой этих всех покрытий, поэтому… 30%, если не ошибаюсь, используется для собственных нужд. Да, все верно. То есть наша компания, собственно, производство используется на 30% для себя. Это что-то вроде подушки безопасности в кризисное время, да? Все правильно, да. Поэтому мы с этим ориентиром и строили это производство. Но остальная часть, конечно, ориентирована на экспорт, потому что это импортная продукция, импорт ориентированный и экспорт ориентированный. И мы на сегодня продаем на Украину, Казахстан и Российскую Федерацию. Как по-вашему, какие из преференций, которые созданы сегодня в свободной экономической зоне, больше всего помогают предприятиям быть успешными? Ну, естественно, это льготы. Для любого производителя сырьевая составляющая – это огромное финансовое средство. И когда ты привозишь на свое производство сырье, то ты, в первую очередь, не платишь ни таможенная пошла, ни НДС. Они будут необходимы к уплате только по выводу готовые. Это большая преференция. Естественно, с 2017 года есть преференция на налог на недвижимость, на земельный участок. А так как производство всегда подразумевают большие земельные участки, то это очень актуально. Дмитрий Сергеевич, что еще Беларусь делает для улучшения инвестиционного климата? Беларусь каждый год делает большие шаги для того, чтобы улучшить условия ведения бизнеса как для национальных, так и для иностранных инвесторов. Индикатором этой работы может служить такой рейтинг, как рейтинг Doing Business. И о том, что мы правильно движемся в условиях либерализации, условиях ведения бизнеса на территории, может служить именно постоянное улучшение места, которое занимает Беларусь в этом рейтинге. Так, но если не ошибаюсь, в прошлом году мы выросли на 13 позиций в этом рейтинге. И много именно делается по вопросах как налогообложения, так и в вопросах регистрации юридических лиц или имущества предприятий и организаций. Поэтому это можно судить именно по результативности наших действий по улучшению нашего климата инвестиционного. Инна Владимировна, а как по-вашему, как этот опыт выглядит на фоне других государств? На самом деле, действительно, Республика Беларусь сегодня делает очень много в части законодательства, именно инвестиционного законодательства, по приближению его к международному опыту. Но вместе с тем резервы здесь определенные, они еще есть. И вот, коль коллега затронул вопрос Doing Business, то есть там составляющие, по которым пока Республика Беларусь испытывает определенные сложности. В частности, хотелось бы обратить внимание на вопросы, например, энергообеспечения и энергоснабжения. В целом, действительно, Республика Беларусь делала существенный скачок, но вместе с тем, если более детально посмотреть структуру этой позиции, то там есть стоимость энергоресурсов. И она как раз-таки существенная составляющая сегодня, особенно для производственных предприятий. Например, опыт Нидерландов говорит о том, что для каких-то уникальных производств они использовали преференциальные тарифы для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, во всяком случае, на первоначальных этапах. Далее, важным, наверное, моментом является то, что сегодня у нас очень много организаций. То есть, с одной стороны, конечно, мы бы хотели, чтобы инвестор создавал новое предприятие, но вместе с тем, действительно, для Гомельской области, которая обладает промышленным потенциалом, важно где-то повысить эффективность действующих предприятий. И многие предприятия у нас являются акционерными обществами открытыми, но вместе с тем, с долей государства приближающихся к 100%. И здесь важно каким-то образом задействовать возможности инвестора. То есть, возможно, относительно отдельных крупных предприятий можно было бы использовать опыт зарубежных стран в части осуществления IPO и размещения их акций на зарубежных рынках, в части малых, может быть, и средних предприятий, но тоже с долей государства подумать и использовать опыт Китая, который сегодня уже используется в части передачи части акций непосредственно работникам для того, чтобы мотивировать их к более эффективному труду. Поэтому резервы здесь есть. В общем, успех в развитии. Мне подсказывают, у нас есть вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Николова Полина, у меня есть такой вопрос. Гомельская область занимает лидирующие позиции в объеме промышленного производства. Это наиболее капиталоемкая отрасль народного хозяйства, однако по инвестициям она не занимает лидирующие позиции. С чего такие изменения? Гомельская область уже обладает достаточно мощным промышленным потенциалом и основной объем инвестиций пришелся немножко раньше. То есть если в прошлом году мы были не на первых местах, то до этого в течение пяти лет мы примерно занимали первое-второе место среди всех областей Республики Беларусь. Как результат у нас значительно обновились такие отрасли, как деревообработка, машиностроение, производство сельскохозяйственных машин и оборудования. Таким образом, в целом, можно сказать, что наша область достаточно модернизирована и больших инвестиционных вложений в настоящее время не требует. Кроме того, в настоящее время уже реализован ряд крупных инвестиционных проектов, которые ранее требовали больших финансовых средств. А в настоящее время уже более частные проекты по доводке, уже необходимые для производства. Спасибо. Еще один вопрос. Здравствуйте, Виктория. У меня следующий вопрос. На республиканском уровне организации, которая обеспечивает взаимодействие инвесторов и органов власти, является Национальное агентство инвестиций и приватизаций. Есть ли подобная организация на региональном уровне в нашей области и куда может обратиться инвестор за содействием в получении какой-то помощи? Спасибо большое. Антонина Изотовна. Я могу так сказать. В Гомельском областном исполнительном комитете, в комитете экономики конкретно, создана такая служба «Одно окно для инвестора». И точно такие же службы, можно сказать, созданы во всех районах города Гомеля и в райисполкомах области, куда инвестор с любым вопросом может обратиться и получить незамедлительно ответ, либо по истечении некоторого времени. Но если инвестор хочет организовать производство, и он уже до этого изучил ситуацию в Гомельской области, то он обратиться может и в администрацию свободной экономической зоны. Потому что администрация свободной экономической зоны, она наделена правом регистрации юридического лица и регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны. И мы регистрируем такое предприятие в течение одного дня. И затем, когда возникают какие-то вопросы, мы сопровождаем этот проект в течение всей реализации проекта, который у нас будет реализовываться. Поэтому инвестор сам выбирает, куда ему удобнее обратиться. Сегодня достаточно много. Мы говорим о свободной экономической зоне Гомель-Ратун, которая приносит значительную долю инвестиций в регион, помогает развиваться этим проектом. Чтобы было понятно, свободная экономическая зона – это что-то вроде теплицы для инвестора? Можно назвать теплицы для инвестора, наверное. Главное – это результат. Да, главное, чтобы был какой-то результат. Свободной экономической зоны созданы условия, льготные условия ведения бизнеса, где можно удобно прийти в свободную экономическую зону, получить консультацию, юридическую, экономическую консультацию. Мы подбираем необходимые площади для реализации проекта, регистрируем этот проект и сопровождаем, как я уже сказала ранее. В Беларуси созданы достаточно хорошие преференции для бизнеса в сельской местности, в небольших населенных пунктах. Если сравнивать с теми льготами, которые предусмотрены для резидентов СЭС, насколько они отличаются? Ну, я скажу, что да, действительно, очень хорошие условия созданы в соответствии с 10 декретом президента и 8 декрет президента, о которых уже упоминали, и льготы в свободной экономической зоне. Каждый инвестор для себя должен выбрать те преференции, которые ему более выгодны. Если это будет сельскохозяйственное направление, наверное, ему выгоднее будет расположиться в малом населенном пункте. Если это производство, которое соответствует требованиям, которые мы предъявляем к инвестору, то, конечно, выгоднее организовать производство в свободной экономической зоне. Все-таки больше преференций получают резиденты свободной экономической зоны. И поддержки больше, и инфраструктура у нас лучше развивается. Андрей Александрович, подключайтесь к разговору. Нельзя не сказать о значительных таможенных преференциях, которые работают сегодня здесь, в Беларуси. Как считаете, что в этом плане больше всего является привлекательным для инвесторов? На самом деле, в данный момент у нас непосредственно инвестор, либо резидент свободной экономической зоны, который ввозит сырье, либо какие-то основные фонды, машины для производства какого-то продукта, он освобождается при ввозе от уплаты важных таможенных пошлин НДС непосредственно при заявлении процедуры свободной таможенной зоны. Это, ну, так скажем, основная льгота, которая предоставляется в данной части. Плюс непосредственно инвесторов их привлекает то, что наше законодательство, это как международное, так и внутреннее, оно все-таки не перегружено излишней, так скажем, бюрократии и, скажем, достаточно выполнимо для субъекта хозяйствования. Тема отлаженная. Все-таки, как сделать сотрудничество таможенных органов и резидентов еще более прогрессивным? Как считаете? Ну, хотелось бы, может быть, дело в том, что, да, на самом деле у нас достаточно плотный диалог с субъектами СЭС, а также с администрацией свободной экономической зоны. Ну, хотелось бы просто порекомендовать субъектам хозяйствования непосредственно, может быть, чаще и даже, может быть, даже без повода обращаться в таможенные органы, которые, так скажем, обязаны проводить определенные консультативные мероприятия. А вообще обращаются? Ну, достаточно часто. Хорошо, но просто не могу не... Можно было и чаще. Не могу не спросить и о новом таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Что ждать от 2018-го? Дело в том, что у нас с начала следующего года вступает в силу таможенный кодекс ЕАЭС. Соответственно, это достаточно такой объемный и большой документ, который впитал в себя все самое лучшее, что было до него. Плюс там исправлены определенные огрехи, недочеты, недосказанности, которые в настоящий момент есть. И основная его, так скажем, не заслуха, я бы сказал, а, так скажем, роль повышается тем, что многие спорные моменты, которые сейчас в данный момент еще не совсем может быть ясны, они уже практически полностью определены. Кодекс это предусматривает? Да, кодекс предусматривает в основном, он четко определяет действия как бизнеса, так и должностных лиц, таможенных органов и иных госструктур. Ну и, соответственно, он более четче и прозрачнее позволяет вести хозяйственную деятельность. И еще один информационный повод. В 2018-м свободная экономическая зона Гомель-Ратонна исполняется 20. Два десятка лет. Что считаете основным достижением? Ну, это создание производств новых, высокотехнологичных. Уникальных, о которых мы сегодня говорили, еще будем говорить? Да, в том числе уникальных. Это создание 10 тысяч новых рабочих мест. Это, может быть, тавтология задействовать в производстве, задействованные, незадействованные производственные складские помещения, которые остались после развала Советского Союза. Это можно примеры здесь привести. Это большое количество территорий? Это более 350 тысяч квадратных метров. Это территория радиозавода, там 5 предприятий созданы. Территория Коралла, где 8 предприятий. Ратона, ряд предприятий созданы. Это площадка пускачей, незадействована была в течение 15 лет, она 2 года назад продалась. Это площадка завода Кирова, где сейчас 2 предприятия новых у нас расположены. То есть это большие территории, где они не разрушились, люди нашли новую работу. Кстати, о территориях и площадях. Сегодня свободная экономическая зона Гомеля-Ратона, это не только областной центр. Как далеко шагнули? Да, действительно, мы находимся сейчас не только в городе Гомеле, но и в 11 районах Гомельской области. Это и в Речице, и в Светлогорске, и в Хойниках. Сейчас опять находится на рассмотрении новый указ президента о расширении территории свободной экономической зоны. Предполагается еще в других городах расположить территории свободной экономической зоны. То есть положительный опыт ведения бизнеса здесь в городе Гомеле привел к тому, что сейчас в Гомельской области мы находимся в 11 районах. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще мнение двух экспертов, резидентов свободной экономической зоны Гомель-Ратон в тему разговора. Ждем в студии на Пушкина-8. Заместителя генерального директора компании «ЛКПАК» Александра Бузеверова. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Владимирович, добро пожаловать. И заместителя директора компании «Фрэшпак Солюшнс» Владимира Перлина. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Владимир Владимирович. Александр Владимирович, итак, компания «ЛКПАК» одна из первых пришла в свободную экономическую зону Гомель-Ратон 20 лет назад. Почему немецкий капитал пришел именно в белорусский Гомель? Добрый день. Ну, во-первых, это, безусловно, географическое расположение Беларуси, потому что на тот момент потенциальный рынок сбыта все бывшие страны СССР, и это почти 300 миллионов населения. Во-вторых, это квалифицированный рабочий персонал, которого нет необходимости обучать, и можно было сразу начинать работать. Ну и третье, это, конечно, специальные правовые условия в области налогообложения. Сегодня это одно из крупнейших производств подобного профиля в мире. 70%, если не ошибаюсь, идет на экспорт. Какова география поставок? География поставок у нас действительно достаточно широкая. Кроме Беларуси, это порядка 15 стран. Это и Россия, Украина, Казахстан, также страны Западной Европы, Польша, Литва, Латвия, и даже страны Азиатского региона, Монголия, Вьетнам. Ну и в последнее время мы ведем активную борьбу за американский рынок. Александр Владимирович, у многих может возникнуть вопрос. Неужели можно быть успешным десятилетиями, создавая всего лишь пробки? Если создавать пробки... Пробка пробки розни, скажете вы. Если создавать пробки, наверное, успешным быть нельзя, а мы создаем сложные многокомпонентные укупорочные устройства, и за последние 19 лет мы получили более 260 патентов на свои изделия. Владимир Владимирович, подключайтесь к разговору. Freshpack Solutions – это тоже немецкие инвестиции в белорусские Гомеля. Давайте вспоминать, как зарождалась ваша компания. Наша компания была образована в 2011 году. Она является стопроцентной иностранной компанией с немецким капиталом. Если говорить про уникальность производства, так уж сегодня появилось в этот эфирный час, можно ли сказать, что большая часть мясомолочной продукции на прилавках страны в упаковке из Гомеля? Действительно, это правда. Большинство продукции мясомолочной отрасли Республики Беларусь упакованы в барьерные материалы производства нашей компании. Также хотел бы отметить, что на Республике Беларусь не останавливается наша компания. Мы являемся партнером крупнейших промышленных предприятий Российской Федерации, таких как компании Мираторг, РусАгро и других. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом. И в данный момент занимаемся активно странами Западной Европы. Кстати, если говорить о расширении бизнеса, какое направление видите в будущем? Стоит отметить, что в этом году мы проинвестировали в расширение производства термоусадочных барьерных материалов, что позволит нам в следующем году нарастить объем производства в два раза, тем самым увеличився долю, нашу долю рынка. Мы сегодня очень много говорили о сотрудничестве государства и инвесторов, о сотрудничестве государства и резидентов свободных экономических зон. Как считаете, что больше всего сегодня привлекает в Беларусь зарубежный капитал? Как уже отмечалось, я бы хотел отметить географическое местоположение. Во-вторых, что тоже очень важно, льготный режим, который предоставляется резидентам СЭС. Со своей стороны я также хотел бы отметить поддержку администрации СЭС в решении большого числа вопросов, которыми наши компании, я верю, другие компании свободной экономической зоны сталкиваются. Ну и также инженерный потенциал нашей республики, нашей области, в частности, в плане большого количества квалифицированных кадров. Наверняка вы общаетесь с партнерами в других государствах. Подобных условий не всегда можно дождаться там? Я считаю, что нет. И условия, созданные в Беларуси в свободной экономической зоне, они являются достаточно своего рода уникальными. Мне они напоминают, что условия, которые созданы в Китае, для роста большого количества новых компаний. И является загадкой, почему у нас десятки предприятий на территории Гомеля и Беларуси, а не сотни и тысячи, потому что условия действительно удобные для организации бизнеса. Как приятно это слышать от представителей бизнеса, правда? Инвестору нужна идея, убеждена кандидат экономических наук Инна Бабына. Инна Владимировна, другими словами, была бы хорошая идея, был бы хороший проект, деньги, даже самые большие, найдутся? Ну, мы начинали с того, что говорили, что инвестору важна экономическая выгода, поэтому если она есть, а какие-то уникальные проекты, которые являются результатом идеи, действительно эту выгоду могут обеспечить. Поэтому, конечно, идея это уже половина процента успеха. И, скажем, те проекты, которые имеют в себе вот эту идею, они, наверное, в большей степени обречены на успех. Роман Семенович, вот как по-вашему, если подводить итог программы, на каком уровне сегодня находится Беларусь в деле привлечения инвестиций, в деле работы с инвестором, ну и, конечно, Гомельская область? Ну, я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении. Вот, хочется верить в это, потому что нам нужны новые технологии, новые рабочие места. А от кого это зависит? Мы вот часто привыкли говорить, что вот пусть условия создадут, но вот вы, как опытный бизнесмен, наверняка понимаете, что надо и самим быть расторопнее. К себе мы не так критично относимся. Любое дело начинается с инициативного человека. Вот этих инициативных людей, локомотивов будущих производств надо поддерживать, находить и, ну, как бы, вот, холить и лелеять. А вы знаете, где их искать? Нет, они сами себя найдут. Знаете, сто процентов, потому что у вас такая бизнес-семья успешная. Дмитрий Сергеевич, буквально пару слов. В завершение программы я хотел бы поблагодарить как иностранных, так и отечественных инвесторов, которые приходят в наш Гомель, которые приносят с собой свои инвестиции, свои идеи и которые создают рабочие места. И хотел бы тоже присоединиться к Роману Семеновичу и пригласить всех предприимчивых и инициативных людей реализовывать свои проекты и инициативу в нашем родном, любимом Гомеле. Ну, наша сегодняшняя передача еще раз доказала, что нам есть над чем работать совместно и государственным органам, и инвесторам, стараться приходить в республику и проявлять молодежи инициативу. Я думаю, очень полезная и интересная передача. Спасибо всем. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok